Всем привет! Как у вас дела? Как настроение? Слышно? Видно? Все хорошо? Замечательно! Ну, то, что готовы к работе, это вообще супер! Ну, давайте тогда приступим ко второму нашему занятию. Будем потихоньку разгоняться. Ну и для начала давайте спрошу, с выгрузками все в порядке? Все загружается, у всех все открывается? Ну, то были заявки о том, что не открывается в чат-боте много. Не знаю, у нашей группы или нет, но все должно быть работать. Вот. Так. Замечательно. Ну, кто скачал, мне прямо сейчас скачивать не нужно. Мы продолжаем в нашей же базе. Хорошо, тогда давайте я скажу, какая тема нашего занятия сегодняшнего. Тема является реализация учета товара в системе. То есть, нам нужно сделать учет товаров для того, чтобы игрок смог покупать и продавать товары, чтобы получать прибыль. Товары для покупки на продажу, ну, для самой покупки и непосредственно на продажу. Будут одни и те же. Ну, например, давайте приведу пример какой-нибудь. Игрок купил тот самый мятный шарик, вот, для кошек, за 100 рублей, а он продает его с небольшой наценкой, чтобы заработать. Ну, вроде как все логично и должно быть понятно. Верно? Какую игру делаем? Запись еще не появилась, верно, да? Не хочет искаться файл в 1С. Давайте еще раз сейчас покажу, как загружать выгрузки. Должно все находиться. Возможно, вы просто не то действие выбираете, поэтому он и не находит. Так, ну что ж, давайте открывать потихоньку. Так же, как я говорил, покажу, как загружать выгрузки. Наша. Вот информационная база. Ну, давайте я покажу для начала. Вы пока открывайте нашу. Я продемонстрирую, как же загружать выгрузки. Итак, для начала заходим в наш Яндекс.Диск. Ссылку, если что, я могу скинуть. И скачиваем файл. Скачен файл. В загрузках. Вот он. Дальше переходим в информационную базу, в конфигуратор и нажимаем администрирование. И здесь самое главное. Нажать на загрузить информационную базу. Сейчас покажу, почему. Если мы сделаем выгрузить, то он просто пересохранит. Если нажимаем загрузить, тогда все будет открыто в нормальной форме. Спасибо, что продублировали Яндекс.Диск. И вот та самая выгрузка. Не перепутайте. Это то, на чем мы остановились. Ну, это наша тестовая для того, чтобы демонстрировать какие-то механизмы. А теперь давайте перейдем в нашу. Модуль 2. 1С. Магнат. У меня с пометкой группы, то есть пятая. Итак. Кто помнит, сколько задач мы выполнили на первом занятии уже? Так, две задачи. Три. Три, несколько. Ну да, было у нас всего три задачи. Это вот создание той самой константы директор. Потом мы создавали с вами перечисление вида апгрейдов. И последней задачей было создать сам справочник, где хранятся все наши улучшения магазина. Сегодня у нас будет две задачи, но они тоже объемные. Сейчас расскажу по поводу тестов. Еще раз напоминаю, что так же, как и те, кто были со мной в группе, в конце каждого занятия должен быть тест для того, чтобы отметить свое посещение. На данный момент этого механизма еще нет. То есть нужно смотреть за общим инфоканалом, как я вам говорил на первом занятии. Вот. Там сразу же, как только он появится, об этом сообщат. Также я это продублирую, эту информацию на нашем занятии. Сейчас нужно только мониторить. То есть к первому занятию и ко второму, нашему сегодняшнему, тоже будут тесты. Их нужно будет пройти. Это касается не только тех, которые смотрят, ну, онлайн, а и в записи. Будет, как мне известно, в расписании. Ну, там все будет расписано. В этом посте. В общем инфоканале. Так, с тестом разобрались. Надеюсь, все стало немножко понятнее. Да, пока это является для вас загадкой, но не бойтесь, там всего 3-4 вопроса. Очень легкие, которые мы с вами обговариваем на каждом занятии. Давайте начнем работу. Что, если цены немного отличаются от тех, что в выгрузке? Ничего страшного. Это уже, как вы считаете, нужным. Но главное сделать не такую большую цену, иначе это будет очень долго. Для того, чтобы накопить на какое-то улучшение. Вы же понимаете, что будет покупка товаров, продажа, покупка, продажа. И тем самым, таким образом, будет накапливаться какой-то доход, чтобы улучшать. Если будут большие цены, тогда очень долго будет копить даже на первое улучшение. Так. Ну да, может кто-то захочет Hardcore Bot. Сегодня у нас две задачи. Это мы создадим два справочника. Первый справочник – это для хранения списка товаров. Второй же – это справочник, в котором будет содержаться информация о виде этого товара. Также мы будем классифицировать. И сегодня я покажу, вот в рамках этой второй задачи с видами, как сделать не через перечисление, вот этот выбор списка, чтобы игрок сам мог создавать. Про то, что перечисление задается только разработчикам, помним? Так. Хорошо, помним. Замечательно. Ну что ж, вступительная речь окончена. Давайте приступать к работе. Нам сначала первое – это создать справочник для хранения списка товаров. С справочниками мы с вами уже знакомы и не единожды, поэтому давайте создадим новый справочник через правую кнопку мыши, либо через, опять же, добавить кнопку любым из способов. Создаем. Аналогично то, что он будет хранить, так же он будет называться. Это товары. Товары. Проверять мы сразу его не будем, как с первым справочником апгрейда. Для начала давайте перейдем на вкладку данные. И, так как это товары, у них должна быть какая-то цена. Сразу же добавим реквизит цена. Цена. Вкладка данные, добавить. И здесь вписываем цена. Да, сейчас мы хотя бы реквизит этот создадим, и будет первая выгрузка данного урока. Сделали. Все должно быть несложно. Сегодня, кстати, тоже кода пока не будет. Пока в планах не входил. Итак, так как это цена, нам нужно поставить тип число. Тип число. Длина пусть будет 10. Возможно, товары уже будут стоить подороже. Точность опять же 0. Запятая нам не нужна. И не отрицательная. Настройки примерно те же. Давайте обновим конфигурацию. Добавится новый объект. Справочник товары. И мы их принимаем. Теперь давайте перед тем, как зайти в пользовательский режим и посмотреть, я сделаю выгрузку. Получается у нас 1.1. Сейчас сделаю выгрузку. Все, выгрузка есть. Код будет. Не волнуйтесь. Так чуть позже. Для начала мы настраиваем все объекты. А потом уже будем программировать. Так. Надеюсь, у всех все получилось. Давайте перейдем в пользовательский режим и посмотрим, как же выглядит наш справочник товара. Так. Замечательно. Теперь давайте создадим первый товар. Пусть это будет тот самый мятный шарик. Мятный шарик. И цена его будет 150. Нажимаем записать и закрыть. На самом деле, довольно нормальная цена. Дальше. Ну, лучше сравнивать со всеми товарами. Там уже можно поднастроить, как захотите. Опять же, кто-то у нас, я вижу, хочет хардкора. Но не забывайте, что, чтобы что-то продать, игроку придется что-то купить. Вот. Либо он будет очень дорого продавать, чтобы купить новые товары. Либо, не знаю, станет банкротом. Он ничего не сможет продавать, так как все закончится. И ничего не сможет купить. Если звук пропадает, обновите страницу. Должно быть все в порядке. Верно? Все слышат? Все хорошо? Хорошо. Так. Идем дальше. Давайте добавим еще одну товарную позицию. Например, сухой корм для собак. Напишем. Сухой корм для собак. И давайте придумаем какое-нибудь название. Ну, на скриншоте вы видели, что это депигри. И дальше я не могу написать. Кто знает, в чем проблема. Так. Молодцы. Я горжусь вами. Правильно. Лимит. Нам нужно настроить лимит. Так. А теперь не подглядывай. Кто помнит, сколько по стандарту стоит длина наименования? Десять. Ну, хорошо. Давайте проверим. Пока запишем так. И посмотрим. Длина наименования 25. Ничего страшного. Это уже слишком многое я хочу, чтобы вы каждую цифру запомнили. Это неправильно. Вот. Самое главное число, которое вы должны были запомнить, это сколько максимально символов может быть здесь. Я на прошлом занятии говорил. Сколько? Так. 150. Все верно. Молодцы. Да, конечно. Давайте установим 150, потому что у вас могут быть разные товары. Да, и это максимальный лимит нашего длины наименования. Смотрите. Вроде как изменили длину, а обновить конфигурацию не можем. Потому что еще не убран, так сказать, курсор с этого поля. То есть думает программа, что мы что-то еще изменим. Либо нажатием Enter, либо перевестись на другое, и все появится. Обновляем. И давайте теперь посмотрим. Точнее, до заполним. Товары. Депигри. Название. Можете придумать свои? Я не против. Даже будет интересно смотреть ваши выгрузки, если будут ошибки. Перезапустить. А что именно перезапустить нужно? Так. Немножко не понял. Ладно, надеюсь, напишут. Так, перезапустить. Если пользовательский режим, то нужно обновить конфигурацию и запустить. Я только что вот объяснял. То есть мы поменяли, например, длину и бочонок до сих пор серый. Поставлю 150, бочонок серый. Либо нажать кнопку Enter, либо перейти на другое поле. Вот, он загорелся. Не за что. Так, это я не сохранил. Ладно. Все. Записать. А, мы еще цены не установили. Цена будет 400. Нажимаем записать и закрыть. Пока на этом товары. Я думаю, мы от них отстанем. Ну и давайте с вами порассуждаем, что товары могут быть и не только для продажи, но и для внутреннего потребления. Например, для продавцов нужно покупать ручки, карандаши, бумагу и тому подобное. Поэтому нужно как-то разделить товары, которые будут на продажу, а какие будут именно для нашего магазина. Давайте создадим новый товар для внутреннего использования. Например, бумага. Создадим. Напишем. Бумага. Бумага. Ну и цена всего 50. У нас зоомагазин. Так, с этим справились. Но, как вы можете заметить, у нас никак не отличается, что мятный шарик, что бумага. Хотя мы понимаем, что бумага для внутреннего пользования нашего магазина. Вот. Для того, чтобы разделить данные, нам потребуется добавить еще одну колонку. Это вид товара. Видов товаров может быть огромное множество. Например, товары для фирмы, лакомства, корма и так далее. Также количество видов товаров может быть расширено по желанию игрока. Возможно, он захочет продавать еще и какие-нибудь мягкие игрушки, о которых мы с вами обсуждали. Вот. Поэтому нам нельзя, как с видами апгрейдов, его как-то ограничивать. Нам нужно сделать что-то похожее на перечисление, но чтобы игрок смог и редактировать, добавлять еще виды. Следовательно, нам нужно будет создать еще один справочник. Давайте закроем и перейдем в конфигуратор. Добавим еще один справочник. Добавить. Так. Этот справочник будет аналогично, как с апгрейдами. То есть, там у нас перечисления, а здесь виды товаров. Так. Получилось. Создали. Молодцы. Хорошо успеваем. Хорошо идем. Давайте перейдем на вкладку данные. Данные. И укажем максимальную длину наименования сразу же, чтобы не было таких проблем, как было сразу с нашим справочником товаров. Устанавливаем 150. И чтобы в дальнейшем было удобнее выделять товары внутреннего потребления, нам необходимо создать предопределенный элемент справочника. То есть, тот, который изначально будет в справочнике. Предопределенные элементы создаются в режиме конфигуратор. Попрошу это запомнить. То есть, в справочнике может быть какой-то элемент, который будет сразу же создан. И он обладает уникальным именем, которое в дальнейшем можно использовать при программировании. С его помощью можно будет однозначно определить, какие товары не требуют, учитывая для получения дохода. Для нас это очень будет удобно. То есть, мы будем для внутреннего пользования отделять от всех покупок. Вот. Сколько мы заработали. Понятно, что такое предопределенные и как, вообще, где они создаются. Это важно. Еще раз. Предопределенные элементы. Они создаются в режиме конфигуратора. То есть, разработчиками. И обладают уникальным именем, которое в дальнейшем можно будет использовать при программировании. То есть, мы создаем вот сейчас справочник, и там уже сразу будет элемент. Вот. Сейчас мы его создадим. И это делается для того, чтобы в последующем разделить, например, в нашей ситуации, те продукты, товары, которые мы покупаем на продажу, и те товары, которые мы используем для внутреннего использования. Та же бумага, которую мы купили для записей. Вот. Ну, я надеюсь, мы сейчас сделаем, и все будет понятно. Чтобы создать нам предопределенный элемент, нужно перейти на вкладку «Прочие» и нажать на кнопку «Предопределенные». Вот оно. Переходим на вкладку «Прочие» и нажимаем «Предопределенные». С этим мы с вами еще не знакомились. Нашли. Мы с вами узнаем все новое и новое. Это замечательно, мне кажется. Мы не повторяем все, что было, а всегда познаем что-то новенькое. Иногда вспоминаю и старое. Так. Ну и давайте я тоже зайду. Вот наше поле «Справочник». «Справочник». «Виды товаров», «Предопределенные элементы» справочника. В этом разделе нам нужно создать новый предопределенный элемент. По кнопке «Добавить». Давайте. Вот он. Везде одинаковая иконка. Я надеюсь, мы понимаем. Это называется «Предопределенные элементы». То есть, «Прочие предопределенные». Так, надеюсь, ответил на вопрос, как это называется. Хорошо. Давайте создадим. И смотрите. Здесь мы задаем имя. Код задается автоматически. А наименование – это то, как будет видеть у нас игрок. Имя для нас, опять же, помним, надеюсь. «Родитель» – это вот что-то из иерархии. То есть, у нас папок сейчас нет, поэтому все элементы. Я могу нарисовать, например, смотрите. Это наше. Пусть будет. Да, я, конечно, красиво рисую. Это пусть будет наше дерево. Вот. Грубо говоря, папки. В данном нашем элементе у нас папок нет. Значит, у нас все, как идет от ствола. Значит, вот они идут. И родителям являются все элементы. Если бы у нас здесь была какая-нибудь папка, это была бы еще одна ветка, родителям бы указывалась именно эта ветка. Понятно, что за родитель. Должно вот понятно быть с этим деревом, что у нас папки – это как дерево. Где находится, это является папка родителям. Замечательно. Рисунки, как всегда, нам помогли. Ну и для создаваемого элемента нам необходимо указать имя. Это системный идентификатор, то есть чтобы программа понимала, о чем мы с вами говорим, который останется только в конфигураторе. Он должен быть указан по правилам именования. Как всегда, это наш верблюжий регистр. Повторю еще раз. Литное. Написание слов. Нельзя указывать цифры в начале. И так далее. Специальные символы тоже, кроме нижнего подчеркивания. Но это мы помним. Код и наименование – это то, что увидит в пользовательском режиме игрок. Имя нового предопределяемого элемента – это товары. Давайте я напишу. Товары внутреннего использования. Здесь можно оставить автоматически вводимое. Так и поступим. Но если захотите, можете поменять то, что будет видеть игрок. То есть там, например, товары для организации или что-нибудь такое. Но я предлагаю оставить так. Вот. И давайте нажмем на кнопку «Ок». Вот он наш товар. Дальше. Получилось у всех? Код для пользователя можно, но лучше оставить. Таким образом, можно, вот мы видели с вами, сортировку устроить. Потому что коды бывают полезны в случае, когда нужно найти определенный элемент. Замечательно. Получилось. Ну, давайте закроем это окно и перейдем на вкладку «Данные». Обратно. Следующее, что нам необходимо сделать, это добавить реквизит, тот самый вид товара в справочник «Уже товары». То есть давайте закроем все. Вот наши товары, справочник. Перейдем на данные, где у нас уже ранее была создана цена. Попрошу, пожалуйста, не спамить. Вот, иначе я не вижу, как вы отвечаете. Спасибо большое. Так. Теперь давайте зададим новый реквизит «Вид товара». «Вид товара». с типом давайте с вами разбираться. Когда мы использовали перечисление, там была ссылка, перечисление вида товаров. А теперь давайте найдем, что же будет здесь. Ну ничего, опечатки бывают. Мы же все люди. Так. Есть какие-нибудь идеи? Вот для перечисления мы выбирали. Вот так. Сейчас. Перечисление, ссылка, виды апгрейдов. Теперь нам нужно так же ссылаться. В справочник, ссылка, товары. Немножко не то, но уже очень близко. Чуть-чуть ниже. Все, что мы с вами только что создавали. Правильно. Да, нам нужно так же сделать, ссылаться на какой-то объект. В том случае мы с вами ссылались на перечисление. Здесь же мы с вами будем ссылаться на те самые виды товаров. Молодцы, молодцы. Ну и теперь давайте с вами обновим конфигурацию базы данных и перейдем в пользовательский режим. Принимаем новые объекты, новые настройки. И теперь посмотрим. Вот наши виды товаров. Давайте его немного заполним и как раз помним, что мы создавали предопределенный элемент. Он у нас уже здесь есть. Вот. Он отличается от остальных элементов пометкой в виде желтого шарика. Если можете заметить, вот он. Давайте создадим новый. Назовем его, например, корм. Вот. И здесь этого желтого шарика не наблюдаем. Понятное отличие. То есть предопределенные элементы сами уже созданы вместе с объектом. Мы можем также там добавить еще какие-то. Они здесь появятся. То есть игрок может добавлять, что хочет, но самый важный для будущего кода мы тоже можем на это повлиять как разработчики. Для этого и есть предопределенные элементы. Здесь мы даем ему полную свободу действия, но вот как бы тоже и повлияли из-за ширмы за сценой. Так, повторить, что повторить? Перерыв, как всегда, в 50. Через 15 минут. Выкладывать не будем. Мы с вами пока учимся. Так. Давайте еще раз повторю. Мы с вами создали виды товара. Реквизит в справочнике товары. Вот. И выбрали тип данных, справочник, ссылка, виды товаров. То есть ссылаемся на новый, новоиспеченный справочник. Можно сделать? Можно. Вообще спокойно. Так. Надеюсь, я повторил. Вот. Ну и давайте еще один вид добавим. Это у нас корм, а это лакомство. То есть в чем отличие? Это вкусняшка. То есть без этого прожить можно, но побаловать своего питомца конечно мы любим. Лакомство. И записать и закрыть. давайте будем наверное везде использовать сортировку по коду. Опять же напоминаю как понять почему сортируется. В этой колонке присутствует стрелка, которая указывает как идет перечисление сверху вниз или снизу вверх. Так. Замечательно. У всех получилось? Хорошо. Дальше в справочник товары переходим и указываем виды товаров у созданных товаров товарных позиций. То есть наших. Итак. Давайте начнем с бумаги. как мы помним это наше для внутреннего пользования. Здесь есть кнопка показать все. Показать все. Вот весь справочник где можно выбрать. Также я вам покажу что можно сразу же отсюда и создать новый вид товара. Он появится автоматически в этом справочнике. либо нажимаем показать все. Эта кнопка также создает показать все и давайте выберем товары внутреннего использования. Замечательно. да, сейчас я заполню и сделаю выгрузку. Осталось нам заполнить. Так. Идем дальше. Давайте вам покажу что можно простым вводом. Вот у нас мятный шарик это лакомство. Напишем лак и здесь обращаю внимание ваше сразу же показывается наименование и код. То есть при вводе по строке отображается наименование и код. то же самое если я сделаю по коду. Например я запомнил что вот все нули и тройка это наше лакомство. Выбираю вот оно. Еще раз показываю. Смотрите мы просто вводим вот запомнили что у нас есть вид товара лакомства и можем написать либо наименование лакомства либо записать код товара то есть код вида товара и получится лакомство. Из-за чего в товарах может быть отсутствие вида товара. Сейчас посмотрим. Вообще должен быть создан вид товара реквизит справочники товары. Если он создан то возможно вы не обновили конфигурацию. Так что у кого не работает? Именно я так понял с реквизитом вид товара проблема. Обновите конфигурацию если обновляли. Возможно вы случайно создали виды товаров в справочнике самом вид товара. Здесь у нас ничего нет. Это если что виды товаров справочников. мы создавали этот реквизит в товарах. Проверьте нужно вводить точно так же как здесь. Без опечаток. Возможно опечатались. Либо просто откройте показать все и посмотрите как написано. Сейчас я продемонстрирую еще раз. Это вот на нашем сухом корме. мне нужен корм. Вот. Все находит. Либо я могу через тот же самый код. То есть вот по строке работает либо код, либо наименование. Так. Хорошо. Сейчас буду разбираться. переживайте. Тогда давайте я сейчас задам пару вопросов и сделаем перерыв. Так. Еще раз спрашиваю вас с помощью каких реквизитов можно осуществлять ввод по строке. еще раз повторяю с помощью каких реквизитов можно осуществлять ввод по строке. Ввод по строке мы с вами вид товара делали. наименование наименование хорошо. Кор мы с вами писали. А еще мы писали вот поиск вам по правильно. Наталкиваю вас на правильный ответ. Да. Это наименование и код. То есть можно и так и так как хотим. Где создаются предопределенные наши элементы? Где мы с вами его создавали? Я вам отмечал где важно. так прочие вот правильный ответ тот который хотел услышать. Да. Это в конфигураторе. Это важно запомнить то что если создается в конфигураторе значит из этого можно сделать вывод что это для разработчика. Верно? Хорошо. Какая максимальная длина у стандартного реквизита наименования? так стандартное я говорю максимальное 150 хорошо молодцы а для код может кто-нибудь вспомнит код у него стандартное 9 это правильно молодцы вспомнили на прошлом занятии я вам говорил еще и про код то есть 150 для наименования и 50 для кода 50 так так много 250 не нужно для кода представляете сколько тут будет нулей вообще и там уже единичка в конце всего 50 50 и 50 и какой объект конфигурации подходит для хранения большого списка данных имеющий одинаковую структуру ну например давайте списка уроков школе молодцы большие молодцы да верно это справочник ну все получается я сейчас делаю выгрузку и давайте сделаем перерыв разберемся с ошибками можете загрузить выгрузку так загрузить выгрузить загрузить выгрузку посмотреть в чем же несходство ну либо написать к нам в группу в группу обязательно заходите кто еще не зашел давайте я сейчас еще поскидываю ссылки нужные так сказать потому что это сейчас очень важно там будет информация о тесте вид товара не находит я понял напишите со скриншотами чтобы я видел в нашу группу либо в чат-бот так яндекс диск давайте на всякий случай тоже продублирую так хорошо яндекс диск сделан чат-бот чат-бот дальше наша группа то есть наша пятая группа в телеграме и общий инфоканал это там где будет появляться информация о тесте все я все продублировал пойду тогда либо в чат-бот пишите либо в группу буду смотреть почему не видно вид товара так и записку мы сколько 10 минут будем или 15 перерыв как хотите так смотрю самое большое так пока вроде как 15 побеждает хорошо ладно я понимаю что конец почти недели вы устали давайте 15-минутный получается у нас в 15-минутный 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 потому что будет уже 8-минутный все хорошо победили 15-минутный 15-минутный так оставляю вам возможно верно даже пользовательский режим нужно вот и пойду разбираться поздравляю молодцы у кого получилось с видом товаров замечательно можете написать как вы это решили проблему в нашу группу делитесь помогайте друг другу это очень важно все тогда давайте перерыв ну что размялись выпили чаю и скушали печенье надеюсь с видами товара все получилось потому что в группе мало кто написал вот если ошибка осталась либо загрузить уже в данном случае перерыв закончился выгрузку либо напишите в чат-бот очень странно вот у некоторых получилось надеюсь вы поделитесь секретом что было не так возможно решение ваше которое вы сделали поможет и другим все замечательно ничего не пропустили мы только закончили после перерыва ну и поздравлю вас скорее всего мы даже может быть дойдем до кода потому что мы очень быстро с вами справляемся мы молодцы не успели но ничего страшного 10 минут будет еще перерыв докушайте спокойно так получилось у нас сделать два справочника ну и теперь нам надо как-то фиксировать что купили что продали и так далее и для этой задачи нам замечательно подходит объект конфигурации документы ну может успеем может нет посмотрим но например форму редактировать мы уже будем точно мы молодцы вот нам нужно создать документ который позволит фиксировать информацию о закупке товара в наш магазин для продажи возможно еще вот создадим алгоритм для автоматического расчета суммы по каждому покупаемому товарной позиции и настроим форму напишем получение ну напишем алгоритм для получения цены товара и создадим документ для учета заказов наших клиентов занятие идет в течение двух часов с 18.00 до 20.00 по Москве да вы умницы я горжусь вами ну что ж давайте приступим мы добавим сейчас документ покупка товаров который будет отображать приобретение товаров для последующей продажи нажимаем правую кнопку и добавить либо через опять же действие добавить документы мы с вами еще не работали но сейчас познакомимся добавляем документ документ называется покупка товаров гуси здесь мы с вами создали теперь для определения структуры документа перейдем на вкладку данные данные зачастую в рамках одной покупки приобретается сразу несколько разновидностей товаров в разном объеме и по разным ценам для решения такой задачи потребуется создать табличную часть то есть мы же не по одному товару ходим покупаем в чеке у нас бывает большой большой список вот мы сейчас с вами и такую таблицу что будет приобретаться создадим вот наши табличные части можем нажать правую кнопку мыши добавить либо вот добавить табличную часть два способа также да 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 нашли создали документы чуть дальше будет понятнее когда мы создадим но давайте заранее скажу они создаются они приблизительно как справочник только у них есть дополнительная кнопка провести то есть зафиксировать вот и они созданы для того чтобы фиксировать какие-то действия в магазине либо организации то есть зачастую это когда потратили или получили деньги вот чтобы это все зафиксировать используются документы возможно слышали что при например когда привозят товар есть накладная где фиксируется что привезли в каком количестве и сколько это все стоит вот и для этого и создаются документы для того чтобы что-то фиксировать то есть какую-то деятельность вот грубо говоря даже давайте приведу пример со школой вы сдаете домашнее задание и учитель создает этот документ где вводит кто сдал и проводит этот документ надеюсь с этим уже разобрались но когда создадим я еще раз это повторю создаем табличную часть ну электронный дневник можно как бы менять как мне известно в течение всегда а это когда уже провел нельзя ну вот значит можно менять значит это не очень похоже на документ хотя действительно дневник является вашим документом вашим лицом итак табличная часть наша будет называться товары товары и дальше нам необходимо добавить реквизиты этой табличной части их можно добавить с помощью соответствующей кнопки над списком вот добавить реквизит либо нажать по табличной части правой кнопкой мыши и выбрать добавить добавить реквизит табличной части замечательно получилась много нового но с табличной частью мы с вами уже работали в первом модуле правда мы создавали ее уже на форуме вот здесь мы заранее ее создаем добавляем реквизит и первый реквизит у нас будет сам товар то есть что покупаем товар теперь давайте разберемся с типом как думаете что нужно поставить здесь строка строка возможно да это будет действительно какой-то текст но на самом деле нет мы же с вами для чего-то какой-то справочник создавали справочник ссылка товары где у нас весь список который мы можем добавлять и расширять это более удобно чем каждый раз прописывать мы могли да действительно поставить строку постоянно вписывать что мы покупаем вот но это неудобно и могут быть всякие опечатки а это документ и здесь ошибок не должно быть вот идем дальше еще добавляем один реквизит это будет цена то есть мы можем покупать по разным ценам продавать по разным ценам вот и это тоже должно быть фиксироваться поэтому здесь мы с вами поставим все-таки число так как для каждой продажи может быть разная цена верно опять же те же самые скидки и не без скидки может с наценкой вот они бывают разные здесь мы также выставляем как и в нашем справочнике число длина 10 и не отрицательное дальше создаем еще один реквизит это будет наше количество то есть сколько покупают количество это наше тоже число 10 и не отрицательное мы не отдаем скидки все любят да не отрицательное должно стоять мы с вами разбирали что цена в минус 30 не может быть нам еще доплачет это не честно так ну и последний реквизит который нас интересует это сумма то есть у нас будет цена за один товар их количество и в итоге сколько получается грубо говоря цена 50 количество покупает 2 вот и сумма получается 100 простая математика получается выставляем тоже число 10 и не отрицательное возможно нужно поставить чуть больше потому что у нас цена может быть тоже десятком длиной но если что увеличим пока ставим так я не думаю что у нас будут какие-то товары стоить 10 миллионов и их будут покупать 10 миллионов штук тип товара давайте покажу это справочник ссылка точка товара цена число количество число сумма тоже это число все логично ну если крупный бизнес то замечательно нужно будет только поменять какие-то свойства ну и сделайте крупный бизнес возвращаемся к тому что товаров может быть много и табличная часть может получиться достаточно большой и нам необходимо создать реквизит на весь документ в котором будет храниться итоговая сумма по всему документу для того чтобы это добавить нам нужно по всему документу дополнительный реквизит это добавляется здесь выше давайте добавим напишем итоговая сумма ой ух как я оплашал верблюд сейчас обидится да сейчас сделаем выгрузку последний реквизит настроим это у нас получается число 10 0 не отрицательно замечательно обновляем конфигурацию принимаем новый объект и давайте я сделаю выгрузку 1.3 все можете загружать давайте перейдем пользовательский режим посмотрим наш документ покупка товаров и все-таки определим в чем была разница вот наша покупка товаров здесь также вот появился реквизит итоговая сумма номер дата то есть документ когда был создан его номер и сумма по всему документу это нас все устраивает давайте создавать вот наша табличная часть итоговая сумма здесь тоже присутствует но потом мы от нее ее уберем вот потому что нам интересно будет когда закрывается только чтобы здесь все определялось давайте создадим пару товаров опять же здесь есть показать все вот наши все товары выберем мятный шарик цену мы с вами изменим сейчас ну и помимо вот этих кнопок которые здесь есть мы с вами поменяем немного логику но это будет чуть позже настроим ее для работы с табличной частью поскольку сейчас при заполнении информации о покупаемом товаре система не считывает стоимость товара и не подставляет ее колонку цена вот кроме того нам необходимо реализовать автоматический подсчет суммы если заполнена цена и количество давайте заполним табличную часть вот что мы начали указав цену на товар например пусть будет пока немного 10 здесь количество 1 и сумма смотрите она автоматически не заполняется вот это как раз таки наш код да сейчас все покажу не переживайте итак сумма это будет сумма которая будет изменяться вот цена вот у нас сейчас в данном случае 10 количество 1 сумма должна быть тоже 10 если мы поставим количество 2 сумма будет 20 все логично а итоговая сумма она находится у нас здесь когда мы будем проводить документ будет обновляться то есть по всем купленным товарам там мятный шарик корм бумага вот все это подсчитывается и в итоговую сумму грубо говоря наш чек в чеке есть всегда итог так как добавить шарик выбираем либо нажимаем кнопку добавить показать все и здесь вот выбираем интересующий нас давайте я также добавлю еще один например вот сухой корм и давайте пропишу сразу пока сумму сумма 10 на текущий момент мы еще не прописали тот самый код для автоматические расчеты суммы поэтому колонка и оставалась пустой мы впишем это вручную также нам как я уже объяснял нужно будет сделать подсчет код для итоговой суммы по всему документу и давайте еще настроим этот сухой корм поставим цена 50 и в количестве 2 то есть сумма должна быть 100 код для суммы будет сумма значений нет код будет через умножение или я неправильно понял вопрос то есть 50 умножить на 2 равно 100 вот здесь в итоге у нас должно получиться 110 если подсчитать все суммы 10 и 100 вот и давайте запишем то есть смотрите объясняю в чем разница двух этих кнопок вот провести и записать когда мы нажимаем записывать мы запоминаем что мы хотим грубо говоря купить или продать вид товара осталось еще до прошлого перерыва честно сказать без выгрузки не могу подсказать мне кажется что-то с реквизитами либо тип не настроен либо что-то такое вот можете загрузить выгрузку и в перерыве либо сейчас написать чат-бот либо я сам посмотрю потом после занятия именно выгрузку вот не переживайте разберемся никто не бросит мы разберемся с этой проблемой с этой проблемой как именно итоговую сумму добавить колонку это добавляется вот здесь во вкладке данные реквизиты итоговая сумма ну и давайте я дорасскажу все-таки про записать и провести а потом отвечу на ваши вопросы вот смотрите у нас в языке и наверное более ярко это будет в английском языке есть действие не совершенное но запланированное а есть завершенное верно? помним такое что есть завершенное а есть не завершенное но запланированное так вот записать это оно не завершено но запланировано а провести это уже выполнить грубо говоря то есть если мы сейчас нажмем провести то мы это купили если мы нажмем записать то мы просто себе грубо говоря напоминание поставили выбрали уже себе товары например в какой-нибудь магазине в корзину собрали но еще не купили вот а провести это уже купить понятно? ну как скажете у нас до перерыва ну примерного который я планировал 8 минут если не устанете пойдем дальше но я думаю конец недели все-таки перерывчик хотите у нас кто-то не докушал вот ладно разберемся хорошо с этим главное разобрались теперь давайте сделаем усложнение в логике игры и автоматизируем расчет суммы за покупку товара для этого нам нужно будет запишу просто запишу и закрою то есть вот наша дата текущая записана номер присвоен и итоговая сумма все замечательно но пока автоматически этого не делается хорошо давайте с вами приступим к самому любимому перейдем к форме и форма документа выгрузить 1 4 давайте сделаю не переживайте мы все сделаем так 1 4 да итоговую сумму и просто сумму мы будем автоматически подсчитывать благодаря коду еще раз переходим на вкладку формы нашего документа покупка товара и создаем форму именно документа помним разницу форма элемента или документа и форма списка так хорошо давайте я напомню один человек ответил нет форма списка это отображение всего списка всех элементов то есть всех документов наших часто там один но их может быть много мы настраиваем уже там например какие колонки там отображаются вот эту итоговую цену мы могли тоже также добавить вот а форма самого документа это когда мы нажимаем дважды вот мы сейчас заполняли табличную часть это форма документа понятно то есть документ это конкретный документ элемент этого списка а списка форма это всех документов которые расположены вот там добавить какие-нибудь колонки нужные ненужные вот так удобно как называется то что мы создавали в меню конфигураторе в меню в конфигураторе немножко не понял вопрос в меню в конфигураторе мы много что здесь создавали немножко не понял повторите еще раз ваш вопрос я обязательно отвечу как называется то что мы создавали в меню конфигураторе ладно давайте перейдем надеюсь еще раз повторять вопрос давайте создадим форму документа здесь мы ничего не меняем нажимаем готово и вот всеми нами любимое окно кстати да скорее всего это про предопределенное спасибо за подсказку да мы на сегодняшнем занятии просто акцентировал внимание что предопределенные элементы создаются в конфигураторе то есть предопределенный элемент элемент который отображается в пользовательском режиме но создан он из конфигуратора супер спасибо большое распутали эту загадку люблю когда подсказывают так это наш редактор формы в котором мы и будем делать дальнейшую работу для начала давайте изменим отображение кнопок так как понятие провести и закрыть записать и провести могут смустить и запутать игрока мы тоже самое делали и в прошлом модуле мы для квеста если помните поменяли кнопку на далее а не выполнить вот теперь мы то же самое сделаем для того чтобы определить набор кнопок самостоятельно обратимся к нашей командной панели это вот наши кнопки и уберем в палитре свойств галочку у свойства автозаполнения открываем двойным нажатием здесь автозаполнение что мы сделали чтобы форму открыть вот наш документ вот он перешли на вкладку формы здесь открыть тут было пусто раньше и нажали готово мы ничего не меняли открылась вот редактор формы так командная панель у нас исчезла ну а теперь главный вопрос мы все-таки идем дальше или вот сейчас пора сделать перерыв 10-минутный или на 10 минут раньше у нас был 15-минутный остался 10-ти хорошо хорошо давайте я последний раз сделал без перерыва но в дальнейшем у нас все будет нужно по 2 перерыва вот потому что дальше будет еще сложнее нужно будет и вам и мне отдохнуть потому что разминаться нужно почаще все тогда мы сегодня заканчиваем на 10 минут раньше но дальше в следующие наши занятия будут всего по 2 перерыва потому что может кому-нибудь это тяжело может у кого-то даже сегодня самостоятельная была и он очень сильно устал столько информации тоже будет тяжело я все понимаю замечательно тогда давайте вперед после того как мы убрали автозаполнение нам можно самостоятельно определить набор команд для этой командной панели для того что для этого нам необходимо обратиться к разделу команды в котором нужно выбрать раздел стандартные команды дальше нажмем на плюсик напротив форма и перенесем события наши уже знакомые провести и закрыть и записать провести и закрыть и записать да ребят еще чуть-чуть держимся я в вас верю так добавили нашли все хорошо еще раз еще раз повторяю мы с вами вы выключили автозаполнение нашей командной панели и сами ее настраиваем то есть приходим команды стандартные команды форма и здесь вот наши уже знакомые провести и закрыть то есть именно выполнить а и вторая записать справились? кто-то нашел кто-то нет хорошо давайте подожду еще раз повторю что провести это грубо говоря выполнить записать это запланировать чтобы вам было попонятней замечательно вроде как все сделали замечательно теперь у нас интерфейс начинает меняться то есть раньше было здесь три кнопки и теперь у нас две и самые главные для нас вот но название команд провести и закрыть и записать остались прежними давайте изменим отображение этих кнопок и поменяем название так стрелочки убираю и возвращаемся для начала давайте обратимся к кнопке провести и закрыть и изменим имя и заголовок команды в нашей палитре свойств на просто купить то есть совершить какое-то действие купить купить также поменяем заголовок купить кроме того нам необходимо выделить эту кнопку цвета а теперь вопрос кто помнит что такое кнопка по умолчанию ничего менять не надо вот мы перенесли эти стандартные команды и вот поменяли пока только имя и заголовок желтая хорошо хоть цвет запомнили желтая большая главная кнопка желтая еще я вам напомню что у нас было такой выбор сыграть еще или нет мы делали с вами желтой кнопкой то есть кнопкой по умолчанию сыграть еще эту кнопку можно было нажать не выбирая а нажать на пробел или на enter помним то есть она по умолчанию если игрок просто нажмет enter или пробел она автоматически выбирается то есть таким образом мы с вами воздействовали на игрока чтобы он играл чаще и чаще во-первых она выделяется она желтая она яркая вот так же и тут кнопку по умолчанию ставим вот она все забыли ничего страшного будем вспоминать мы все вместе все сделаем ну вот припоминаем было такое замечательно нашли кнопка по умолчанию хорошо теперь нам у второй команды нужно заменить имя на запланировать покупку то о чем я вам рассказывал записать это грубо говоря запланировать так мы подскажем игроку запланировать покупку наверное большой не стоит сделаем маленькую букву и все ну кстати в корзину тоже очень хорошая идея ну давайте просто пока запланировать формы записать мы ее добавили команды форма и здесь записать надеюсь найдете возможно вы открыли товары и здесь ее действительно нет здесь другие стандартные команды нам нужно было провести и закрыть и записать ну кнопка по умолчанию вообще по стандарту стоит желтая пока давайте оставим так я посмотрю можно ли изменить оставив ее кнопкой по умолчанию и поменять ее цвет ну вроде как можно сейчас вот цвет фона правильно даже смотреть не нужно было вот поэтому делайте как хотите можете вроде как даже и эту да вот так сделать выставляйте выставляйте я не против мы же все-таки творческие люди текст да можем более темный белым наоборот если синий сделаете на синим черный не виден вот цвет рамки ну цвет рамки плохо наверное виден сейчас попробую красный сделать какой-нибудь может да что-то и получится сейчас вот ну получилось даже что-то выделяется а если зеленый сейчас вот вы меня заинтересовали вообще классно смотрится как по мне ну значит с интерфейсом вы запомнили как работать я очень рад вон овальные кнопки вот но это на самом деле как документ поэтому слишком его ярким не стоит делать но все же как хотите замечательно так все отошли немножко от темы давайте возвращаться запланировать покупку мы с вами сделали теперь давайте продолжим работу с элементами формы и сделаем красивую шапку для документа которая будет состоять из стандартных реквизитов это номер и дата вот она как создать группу помним группу правая кнопка добавить и здесь выберу обычная группа без отображения либо тоже вот добавить сверху без отображения кто помнит в чем разница обычная группа или обычная группа без отображения без отображения супер молодцы просто горжусь все помните как будто вот вчера был первый модуль верно без отображения значит не будет отображаться сам заголовок вот нам это как раз подходит обычная группа без отображения давайте новой группе определим имя чтобы дальше в коде можно было легко определить ее назначение или вообще группу найти это будет наша шапка также давайте вид группировки настроим группировка горизонтально если возможно поставим горизонтально всегда еще раз мы создали с вами группу без отображения сделали имя и группировку поставим горизонтально всегда группу создать либо правая кнопка мыши либо вот сверху есть плюсик там будет выбор группа без отображения обычная группа без отображения с этим справились давайте еще раз покажу вот я добавляю группу и здесь выбираю обычную группу без отображения нажимаю ок и все проблем не должно быть дальше давайте с вами перенесем в эту группу номер и дату так будет красивее это такая официальная информация номер этого документа и дата когда была или запланирована покупка замечательно теперь давайте название полей номер и дата поменяем у них заголовки номер это наш грубо говоря код это может быть непонятно и поэтому давайте сделаем покупка номер игроку будет понятно что это покупка номер а у даты поставим именно заголовок от то есть покупка номер например 10 от даты 12 01 2023 третий год понятно хорошо давайте выгрузить базу 15 без проблем все база есть выгрузка точнее можете скачивать итоговую сумму сейчас мы еще из группы просто вот если она у вас случайно попала просто вытаскивайте ее например вот таким образом перенести ее на форму вот она у меня в группе можно ее либо вытащить перенести на форму вот и все и стрелочками поставить куда вам удобно поле 1 и поле 2 а это если что пример как выглядят закладки это у нас еще не ничего нет вот состояние просмотра это стандартно если что обычным перетаскиванием перетащили и все зажали левую кнопку мыши и перетащили так надеюсь вопросы закончились давайте пойдем дальше как раз таки сейчас у нас по плану мы идем сверху вниз идет итоговая сумма это поле не должно быть доступно к редактированию для нашего пользователя для того чтобы реализовать такую настройку если помните но я напомню необходимо открыть нашу палитру свойств и в свойстве вид указать поле надписи то есть не поле ввода а поле надписи ну только просмотр тоже может быть но если мы поставим только просмотр то рамка останется от поля вот это не очень красиво смотрится и даже вот этот ноль а если поле надписи то когда ничего не написано то пусто надеюсь понятно почему мы выбрали именно поле надписи следующее что нам нужно сделать это указать пользователю какие именно данные нужно добавлять табличную часть для этого давайте определим другое название для кнопки нашей добавить вот этой вот идея на самом деле такая же как и с кнопками купить вот и запланировать покупку у командной панели табличной части нашей вот нужно отключить автозаполнение с этим мы уже знакомы поле флажка это галочка да да ну то же самое что булева либо истина либо ложь устанавливается теперь мы возвращаемся опять к нашим команды стандартные команды и вот наша табличная часть здесь у нас добавить та самая кнопка которую мы грубо говоря убрали ну и давайте ее перенесем много ну мы и сделали с вами очень много даже больше чем я планировал поэтому вы большие молодцы и теперь поменяем имя новой команды на добавить товар товар так наверное с маленькой все-таки сделаем добавить товар имя у нас товары добавить товар доголовок добавить товар нужно именно добавить из табличной части товары поэтому эта надпись появляется в начале товары добавить товар еще раз повторяю про товары смотрите мы убрали автозаполнение командной панели вот стало все пусто но теперь нам нужно все-таки добавить обратно эту команду переходим команды стандартные команды раскрываем именно табличную часть не формы где мы брали провести и закрыть и записать а товары и перетаскиваем ее просто на командную панель сейчас еще раз нарисую все добавить и это мы перетаскиваем в командную панель меняем на товары добавить товар а в заголовке выставляем просто добавить товар сейчас уже все да я вижу время мы с вами договорились как мы договорились так и все и будет у нас все на доверие надеюсь справились теперь давайте сделаю выгрузку последнюю то есть этого занятия шестая шесть финал финал хорошо загружаю на яндекс диск все все она появилась вот она можете если что загружать мы сегодня с вами большие молодцы я уже вас на одну минуту задержал напоминаю напоминаю тесты тестов еще пока нет но следите за общим информационным каналом там все обязательно появится вот и я на уроке об этом расскажу а так спасибо большое за занятие вы большие молодцы мы все справляемся мы идем даже быстрее чем я запланировал и жду вас на следующем занятии отдыхайте ребята все доброй ночи пока пока если есть какие-то вопросы пишите в группу нашу либо в чат-бот всех жду всем пока